Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Еще 97 жителей региона выявили коронавирус. 38 случаев зарегистрировано в Самаре, 14 в Тольятти, 8 в Кенели, 4 в Нефтегорском районе. По 3 в Сызрани, Чапаевске, Безенчугском, Большечерниговском, Красноармейском, Ставропольском районах. По 2 случая в Октябрьске, Похвестнево, Кенельчеркасском и Сергиевском районах. По 1 в Ворском, Елховском, Кенельском, Кошкинском, Красноярском, Похвестневском и Сызранском районах, сообщает региональный оперштаб. 16 человек выявили из круга контактных с ранее заболевшими. 74 с диагнозом внеболичная пневмония и ОРВИ. 7 при профилактическом обследовании. Таким образом, за все время пандемии в регионе новой инфекции заразились 8683 человека. Большинство 6998 человек выздоровели и выписаны. Увы, но еще 4 жители региона не смогли справиться с коронавирусом. Так число жертв Самарской области достигло 133. Такие неприятные показатели в Роспотребнадзоре связывают с увеличением объема тестирования на ковид. По словам медиков, это также может быть связано с большим потоком туристов, которые вернулись из отпуска. В Самаре на улице Победы завершается комплексный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его составляющей – улица Победы. Готовность объекта порядка 70%. Что уже сделано, а что еще предстоит, знает Екатерина Алексеева. Работа кипит с самого утра. На пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной рабочие завершают укладку тротуарной плитки. Покрытие кладут по специальной технологии. Плиточное покрытие устраивается на жесткое чемпионочное основание. Далее укладывается нетканый геосинтетический материал «Дарнит». Дальше укладывается слой песка, качественный тренировочный материал и наверх уже жесткое покрытие в виде плитки. На данный момент завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 90%. В районе 70% завершено устройство покрытия тротуаров для асфальтобетона. На 100% смонтирован дорожный борт. Комплексный ремонт на улице Победы рассчитан на два года. В 2019-м отремонтировали территорию на участке от улицы Елизарова до Ново-Вокзальной. В настоящее время выполняется работа уже на втором участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы Гагарина. В рамках данного контракта в настоящий момент уже выполнено порядка 105 тысяч квадратных метров верхнего покрытия из щема. То есть из щемочной мастичной асфальтобетонной смеси. Данная смесь может выдерживать большие статические нагрузки. В связи с тем, что большая проходимость на данном участке считается основной артерией, которая связывает центр города с металлургом, то есть с краем города. По проекту запланирован целый ряд работ. Замена асфальтового покрытия, люков, нанесение разметки, установка новых светофоров и дорожных знаков. Замена бортового камня, устройство новых парковочных карманов, а также ремонт уже существующих. Кроме того, на некоторых участках дороги скоро появятся новые поворотные полосы. На участке от Нового вокзаля до улицы Гагарина предусмотрены новые поворотные полосы. Можно говорить, что мы их уже построили на перекрестке с улицей Александра Матросова и на перекрестке с улицей 22-го партиезда. То есть наиболее загруженные перекрестки на данной улице. В ходе ремонта тротуара на пересечении улиц Победы и Нового вокзальной остановочный карман пришлось перенести. Местным жителям такие изменения пришлись не по нраву. К мнению людей прислушались. После завершения всех работ остановку вернут на прежнее место. Впрочем, новый павильон после ремонта также сохранят. Ну, что говорить, красота, раса, гораздо удобнее стало. Все, небо и земля. Подрядчики отмечают, все работы по плану должны завершить до конца октября. Но процесс идет с опережением графика. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Жители сразу нескольких домов на улице Ленинская бьют тревогу. Вот уже несколько дней их дома утопают в воде. По их мнению, виной тому порыв трубы, который случился прямо на пересечении улиц Венцика и Ленинской. Об очередной коммунальной проблеме и жизни самарцев расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Жители дома номер три по улице Ленинской грустно шутят. По их двору можно передвигаться только в плавь. Либо в болотных сапогах. Воды с каждым днем все больше. Но звонки в ответственные службы ни к чему не привели. До недели уже плывем. Больше, наверное. Сначала потихонечку. А вчера вот вообще рвануло. Я шла вечером, невозможно было пройти. У меня подвал залило. Погреб, ладно, я уже про погреб ничего не говорю. У меня подвал залит. Как я могу? В зиму с мокрым подвалом. У меня грибок пойдет. У нас там типа садика небольшого. Ну там огуречки. И там погреб. Погреб начали спускать. Опять засапливают. Местные жители жалуются. Фундамент домов, куда льется вода, начинает подмывать. А коммунальщики не торопятся устранять проблему. Вчера мы не спали с соседями. Сегодня мы всю ночь не спали. Потому что журчит вода под домом везде. То есть спать невозможно. Вот этот шум постоянной воды страшно. Как будто наводнение. В РКСМ ответили, что это улица. И так как это улица, мы не можем как граждане обратиться с просьбой. То есть мы должны терпеть. Мы должны официально предоставить им какой-то ущерб. То есть что у нас какой-то ущерб. Как это сделать? И единственное, что я сделала, это позвонила в милицию. Пока мы общались с жителями, воду начали откачивать. Но люди переживают. Проблема может повториться. Я не смотрю, что они неполадку устраняют. Я не вижу. Там нужно копать, прокладывать новые трубы. Люди надеются, что их услышат и помогут решить проблему. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. И в продолжении коммунальной темы. Более месяца без горячей воды остаются жители нескольких домов Куйбышевского района. В частности, первый дом по улице Фасадный. Обращение в местную администрацию и управляющую компанию пока результатов не дали. Воду греют на газовой плите. По квартире бегают с тазиками и кастрюлями. И так уже более месяца, рассказывают жители. На вопрос, когда в кранах снова появится горячая вода, никто им ответить не может. Нам дают с утра по семь номеров телефона и никакой реакции абсолютно нет. Как жителям пояснили изначально, воду перекрыли в связи с ремонтом коммуникации. Сделать все обещали за две недели. На деле же прошло уже больше месяца. Ситуация не изменилась. Никто не убирает. Три года дворников нет вообще. Сами убираемся. Но деньги берут. Квитанции приходят по тысяче рублей каждый месяц. Никто никогда нам здесь не мы убираемся сами. А деньги-то уходят наши. Никому не нужны. Только платите деньги. По ЖРТ у них ничего не работает. Только станок, который выдает квитанции. По словам жителей, действующая управляющая компания находится на стадии банкротства. Тем не менее, пока она отвечает за дом, а значит обязана оказывать все услуги. В итоге людей просто поставили в тупик. Обращались в администрацию, звонили в Куйбышевский ПЖРТ, который банкрот, нас не слышат. Куйбышевский ПЖРТ не отвечает. Администрация кормит завтраками. То есть вот единственный вариант – это обнародовать эту проблему и показать, что никто не решает. Замкнутый круг, а страдают люди. Жители и рады бы сменить управленцев. Но этот процесс, по их словам, займет несколько месяцев. Люди опасаются, что в холода могут просто остаться без отопления. Да и коммуникации уже давно нуждаются в ремонте. Трубы на чердаке рвутся. Внизу паттерны рвутся все. Нужно менять все. Никто ничего не меняет. У них нет на это денег. А куда же наша оплата уходит? У нас вот такой стоит вопрос. Для чего мы платим? Получила пенсию. Бегу за квартиру платить, чтобы долг у меня не накапливался. Где это наше внимание для нас? К нам. Всю администрацию уже пробарабанили. Никто не помогает. Что делает администрация? Зачем мы депутатов выбираем? Депутатов они не слушают. Депутаты нам не помогают. Нам никто не помогает. Жители надеются, что на их проблему все же обратят внимание и помогут ее решить. Павел Баймаков, Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Пьяный автолюбитель в Сызрани и ДТП с пострадавшими в Тольятти и Кенельчеркасском районе. Подробнее обо всем расскажем далее. Один человек пострадал в результате ДТП в Кенельчеркасском районе. Авария произошла около 8 утра 1 сентября в селе Кротовка. По данным ГИБДД, при повороте налево 39-летняя женщина-водитель Тойоты не уступила дорогу кроссоверу. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии травма получила предполагаемая виновница. Медицинскую помощь ей оказали на месте. В результате столкновения двух легковушек в Тольятти пострадал один человек. Авария произошла около 3 часов дня на улице Ставропольской в Автограде. По данным полиции, при выезде на главную дорогу 48-летняя женщина-водитель БМВ не пропустила легковушку. Ее водитель получил травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Лишение водительских прав и крупный штраф грозит 29-летнему жителю Сызрани, Вазовскую приору. В ночное время инспектор ДПС остановили на одной из улиц. Позже экспертиза показала, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Знаменательные события, даты, исторические личности и многое другое. 3 сентября жители России и зарубежья напишут диктант победы. В Самаре в нем планируют принять участие порядка 50 тысяч человек. Всего в регионе будут работать более 750 площадок. Основной станет площадь Куйбышева. Диктант победы будет состоять из 25 вопросов. Часть из них будет связана с общей историей событий 1941-1945 годов. Другая часть будет индивидуальной для каждого региона. Эти вопросы будут касаться местных событий того времени. Все участники диктанта получат дипломы, а победители акции ожидают ценные призы. Планируется, что всего диктант победы напишут порядка миллиона человек по всему миру. На этом у нас все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok